Здравствуйте, зрители канала УТАТЯН. Сегодня мы снова займемся приготовлением удобрения для наших огородных растений и комнатных. Сегодня мы приготовим удобрение из коровяка свежего. Это удобрение очень полезное для наших растений. Главное, что оно безопасное и органическое. В последнее время органические удобрения являются непопулярными. Почему? Потому что они обогащают нашу землю нужными всема веществами и микроэлементами. Наша почва становится богаче, кислотность почвы уменьшается, микрофлора увеличивается. Все, что нужно для почвы, находится в органических удобрениях. Даже минеральные удобрения не имеют тех веществ и элементов, которые нужны нашей почве и которые находятся в органических удобрениях. Я в предыдущем видео показывала удобрения органические из куриного помета. Мы делали болтушку, из древесной золы. Много-много интересных видео я делала с удобрениями. Если вам интересно, вы можете просмотреть. А сегодня мы будем делать удобрения из свежего коровяка. Можно делать, конечно, уже из перепревшего навоза коровяка, но сегодня мы сделаем из свежего. Но помните, что это удобрение должно у нас постоять в теплом месте, перебродить, потому что аммиака много. И мы, чтобы не опалить наше растение, должны развести, сделать болтушку, каждый день перемешивать. Не забывайте, в течение недели, максимум двух недель. Это зависит от погоды, которая у вас. Чем выше температура, тем скорее перебродит наш коровяк и удобрение будет готово. Как удобрять? Вот я взяла примерно пол ведра коровяка. Мы сейчас зальем до полного, почти полного ведра 10 литровой воды, теплой, и начнет бродить наше удобрение, наша болтушка. Как же ее вносить под наши растения? Надо, чтобы почва под растениями была уже влажная, чтобы не попалить корешки растений. И тогда мы польем. Какая же пропорция должна быть? Перебродившую болтушку берем литр и разводим на 10 литров воды и поливаем. Например, томаты любят такую под коровку, огурцы, все растения плодовые. Хотя бы два раза в сезон вы должны сделать такую болтушку и полить растения. Кроме того, я уже говорила, что обогащается почва и плоды, которые дают нам наши растения, когда вы польете этой болтушкой, становятся намного слаще, намного вкуснее, ценнее, витаминнее. Так что пробуйте, экспериментируйте, это вам понравится. Если каждый огородник будет вносить органические удобрения на ваш огород или приусадебный участок, под цветы, под плодовые деревья, под огородные растения, вы обогатите почву нужными микроэлементами и элементами. Вот, например, в коровике много калия, кальция, фосфора, азота. Все это нужно нашим растениям. И если мы не будем вносить, а только использовать почву, каждый год садить и не удобрять, или применять химические какие-то удобрения, почва становится беднее, мы ее истощаем, а потом мы хотим, чтобы наши растения плодоносили. Если мы не будем вносить, наши растения не будут нам давать тот урожай, который мы хотим. Начнем приготовление нашей болтушки. Я уже взяла коровяк свежий. Заливаем водой, желательно комнатной температуры или теплой, чтобы ускорить процесс брожения. И перемешиваем. Попробуйте. Если у вас получится, вы будете постоянно применять это удобрение для ваших растений. Это не затратное дело. Так что, главное желание. Если у вас дома нет крупного рогатого скота, то, может быть, у соседей вы можете попросить навоз. Вам никто не откажет. И попробуйте сделать такую болтушку. Можно конский навоз использовать тоже для этого дела. Все, мы перемешали. Один минус этой болтушки, конечно же, запах. А все остальное только плюсы. Если у вас есть дома крупный рогатый скот, то вы можете использовать, не выбрасывать, а делать из навоза, скоровяка, компостные кучи. Со временем там заведется червь и будет делать свое дело. То есть, наш навоз будет становиться все богаче и богаче всеми теми веществами, которые нужны нашей земле. Так что, пробуйте, экспериментируйте. Вам это понравится, если, конечно же, этого захотите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду ждать. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...